Автобус! Автобус? У меня фобия появилась на автобусе ехать. В Перми и рубрике у наших западных соседей по глобусу, на улице Светлогорской, в том месте, где она посредством развязки скрещивается с западным обходом Перми, автобус МАН, 15-го номера, с 20 пассажирами на борту, неожиданно сошел с дистанции. Укатился в низину, к железнодорожным путям, и там сгорел дотла. Не, ну как тоже дотла? До скелета, до остова, до несгораемого металлолома. А знаете, почему автобус вспыхнул? О, нет-нет, не потому, что в нем что-то коротнуло. Его, прикиньте, спалил столб, в который МАН финишировал. Столб стоял в сонной лощине, под мостом, никого не трогал, может быть, даже дремал, размышлял о бренности всего происходящего, вдруг видит. С высоты, по склону, несется автобус и врывается ровно в него. Ну, естественно, столб перенервничал. Провода на нем закоротились, и он стал поливать крышу МАНа плазмой огня. А давайте-ка насладимся этим шоу с огоньком. Право слова, не каждый день и даже год увидишь такую пламенную месть столба. Вы, конечно, после таких эффектных кадров, капающих вот прям на мозг, спросите, а что же с пассажирами? Ну, во-первых, если бы с ними случилось что-то нехорошее, то об этом было бы сказано на первых секундах этого репортажа. Во-вторых, смотри пункт, во-первых. Конечно, все спаслись. Почти все уцелели. Люфт по времени был достаточный. Автобус заполыхал, говорят, минут через семь после схода с трассы. Почему МАН не зринулся в эту адскую яму? Ну, потому что МАН, это же по-русски говоря, человек. А человек в массе своей живет так, будто всю жизнь стремится в адскую яму. За очень редким исключением. Если выражаться не так метафизично, то, по словам некоторых пассажиров, рулевому автобусу вроде бы как стало плохо, и он потерял сознание. Так это или нет, установит следствие, но то, что автобус потерял управление, это факт. И он со Светлогорской ушел чуть вправо, в сторону лепестка развязки, но в сам лепесток не вписался, а ушел между дорогами, в точку бифуркации. Ну и дальше в мстительный столб. Пассажиры, конечно, при наезде на бордюра по ребрик и спуске в низину попадали, но никто особо не убился. Все на своих ногах вышли из салона, поднялись на мост, и у них остался только один вопросик на фоне загоревшегося автобуса. А что с водителем? Не отключался, всех вытащили, но водителя никто не знает, вот там или нет. Плюс однофобия. По счастью, с водителем все получилось хорошо. Ну а когда с человеком все хорошо, мы всегда говорим «по счастью». Ну, есть такое человеческое представление о жизни. Несмотря на то, что рулевому автобусу вроде бы как поплохело, до такой степени, что он загнал ман в яму, он нашел в себе силы, чтобы выбраться из-за руля и вместе с двумя пассажирами отправился в клинику. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в кювет, после чего произошло возгорание автобуса. Пассажиры самостоятельно покинули салон. Спецслужбы ликвидировали очаг возгорания. В результате ДТП водителя и двоих пассажиров доставили в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Поначалу в Пермском Минздраве сообщили, что пилота и двух пассажиров в состоянии средней тяжести госпитализировали. Но позже УРА.РУ со ссылкой на тот же Минздрав сообщила, что троих мужчин осмотрели в условиях стационара, оказали им необходимую медицинскую помощь, да и отпустили всех троих по домам зализывать раны амбулаторно. В компании Автомиг, который был приписан сгоревший ман, сообщили, что рулевой этого автобуса работает в компании уже 4 года, стаж у него более 20 лет. За 10 дней до выгорания автобуса пилот прошел ежегодный профессиональный медосмотр. Перед выходом на линию прошел обязательный медосмотр. Та же история с маном. Ну и, дескать, ни пилоту, ни автобусу не должно было поплохеть на трассе. И не исключено, что их сбил с пути истинного некий встречный подорожник, вылетевший на чужую. Эта информация проверяется в рамках уголовного дела, возбужденного следователем Кировского следственного отдела СУСКР по Пермскому краю и 238 УК. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователями производится осмотр места происшествия и транспортного средства, изымаются объекты, имеющие значение для следствия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.